Всем привет, сегодня мы с вами идем в БЕС-2. Раньше это была гидроэлектростанция, сейчас это дом культуры и такое творческое пространство. На набережной вы видите скульптуру очень известную, скандальную, которая называется Большая Глина. А я теперь посмотрим, как же там внутри. Очень опаздываю, так что бегом. В любое время, в любом месте. Питер, твоем кармане. Всем скажу, что свободного хода сюда нет. Для того, чтобы сюда попасть, нужно зарегистрироваться и показать нам в ходе QR-код. Только после сканирования вас сюда пустят. Далее перед нами открывается такая регистратура, где девчонки ответят абсолютно на любые вопросы, сориентируют. Но по опознавательным знакам можно и так понять, что гардероб находится внизу. Гардеробная комната очень большая, просторная, с такими большими седалищами, стульями, лавочками, где можно расположиться, положить все свои пуховики и сумки. Тут же рядом у нас есть место, где можно перекусить так плотно. Там есть первое, второе и десерты. А вот здесь прям можно наблюдать, как повара готовят свои кулинарные шедевры. Далее по ступенькам поднимаемся на главный этаж, на первый, где открывается такой вот чудесный вид, панорамный, полностью стеклянным потолком. Очень много света, очень много пространства. Это радует. Кстати, это тоже экспозиция, дизайнерская мебель, и она как бы обжита. Там, если подойти, можно увидеть, как будто кто-то оставил свои очки. Так, и здесь же у нас сразу же открывается такая книжная ярмарка, где можно выбрать абсолютно любую книгу. Там от архитектуры что-то до каких-то журналов прошлых лет, которые давным-давно уже вышли из тиража. Ну и, конечно же, вид здесь очень красивый, на набережную, на старую Москву, на архитектуру. Также здесь есть вот кофейня с очень милыми баристами, которые что-то со мной пошутили, что-то там говорили мне с авторскими десертами. Все это выглядит очень лаконично, сдержанно. Также здесь сохранилась вот старая такая заводская техника, с которой, собственно говоря, раньше люди здесь работали, имели дело. За окном, как видите, скульптура, о которой я расскажу чуть позже. Здесь вообще очень много места для проведения каких-то совещаний, возможно, презентаций. Также здесь вот очень легко понять, где что находится и что сейчас происходит на территории с помощью вот таких вот табло, которые вы сейчас только что видели. Очень много фудкортов, где можно перекусить. Также на улице есть вот такая причудливая экспозиция, не знаю, что она обозначает, погуглите сами. Места, я как говорил, здесь ранее уже очень много, очень светло здесь, очень много молодежи, проводятся экскурсии. Не знаю, сколько это стоит. Я здесь просто для того, чтобы вот постимать, рассказать вам о этой территории. Если вам интересно узнать что-то от том или ином арт-объекте, нужно сканировать QR-код, который находится вот в данном случае у вас под ногами, и прочитать, что обозначает эта экспозиция. Ну, либо встать в сторонке рядом с экскурсией и послушать экскурсовода, что он об этом расскажет. Также здесь есть интерьер вот такое, которое не понимает, что они там делают. Ну, что-то, наверное, важное. Вот такая мне больше всего понравилась. Вот эта скульптура, арт-объект, не знаю, в общем, манекен такой стоящий с причудливым отмороженным видом. Здесь есть детская комната, где можно вот оставить своего ребенка. Я так понимаю, там даже есть смотрящий. Для того, чтобы подняться выше, можно воспользоваться лифтом, как я, либо подняться по ступенькам выше и смотреть, что же там интересно. А выше там у нас есть офисы, где, на мой взгляд, дети с очень важным видом сидят и что-то там печатают, либо просто общаются в социальных сетях. Очень много таких вот анимированных инсталляций на стенах. Здесь все такое светлое, наверное, как слоновая кость цвет, такой светло-серый, да. Ну, слоновая кость, да. Очень все такое вот в таком цвете. Похоже очень сильно на больницу, конечно. Вот есть такой небольшой амфитеатр. Тут, видимо, какие-то кинопоказы проходят, либо просто кто-то что-то рассказывает. Ну, в основном здесь, конечно, люди приходят просто пофоткаться. Вот что вы можете наблюдать. Честно говоря, я вижу здесь только одних детей. И с вами все вопросом, почему они не в школе? Кстати, еще из интересного палочка, на которой я еще жил, спадай в ревом. Не понимаю, зачем это в помещении, где температура 27 градусов. Ну, наверное, чтобы было еще теплее. В твоей пятой точке. Для того, чтобы попасть на основную экспозицию, которая проводится сейчас в ГЭС-2, нужно спуститься на меру минус первый этаж. И здесь у нас такая представляется очень интересная, сложная с точки зрения восприятия выставка, такое отношение, разговор между зрителем и музыкой, с точки зрения его по ту сторону восприятия. Это такой разговор об отношениях между музыкой, визуальным искусством, архитектурой. Нам дается вообще уникальная возможность почувствовать, как эту музыку чувствует сам творец, например, Шостакович. И для этого нам предлагается 7 абсолютно разных таких ситуаций, камерного слушания, где мы можем быть либо частью самого процесса, либо его слушателем. Теперь немного расскажу о самой электростанции. Электростанция на Болотном острове была построена еще в царской России. Пережила революцию, войну, застой, нажала электричеством трамвай, Кремль и даже центр города. Много раз модернизировалась, перестраивалась. И лишь в 21 году с помощью фонда под управлением Ренцо Пьяно обрела новую жизнь, как открытая для всей Москвы культурное пространство. Ну, не только Москвы, но и России. Скульптуру, которую вы можете сейчас наблюдать, это шведского художника Урсо Фишера, презентующая такое акт творения, созидания, преображения. Создана в 13-14 годах, выставлялась в Нью-Йорке, Флоренции. В августе 2021 года, незадолго до открытия Центра современного искусства Дома культуры ГЭС, была установлена перед его входным комплексом на Болотной набережной Москвы и вызвала крайне неоднозначную оценку.